Налоговики не примут уведомления с ошибками. Из-за чего откажут и как исправлять расскажем сегодня. Здравствуйте, я ведущий корреспондент журнала Главбух Елена Тарасова. Вы смотрите «Бухгалтерские новости». Коротко о том, что покажем в выпуске. С 1 октября инспекторы могут признать уведомление полностью или частично непредставленным, если показатели в нем расходятся с контрольными соотношениями. Тип ошибки налоговики укажут в сообщении, которое вы получите в ответ на уведомление. Возможны два варианта. Если в конце кода соотношения стоит 0, ошибка критичная. Понадобится исправить недочеты и отправить документ заново. Цифра 1 в конце кода означает, что уведомление приняли, но его стоит перепроверить. Если считаете, что ошибок нет, направьте пояснение. Особенно много путаницы с периодами в уведомлениях по НДФЛ и взносам. Разобраться с этим поможет наша таблица. Какие соотношения перепроверить в уведомлении перед отправкой в инспекцию, смотрите в отдельной шпаргалке. С 1 октября изменились правила работы с ЕНС. Они касаются и налоговиков, и бухгалтеров. Как именно эти поправки повлияют на вашу работу в отчетный период, и после него рассказала Наталья Шалыгина, начальник управления по работе задолженностью ФНС. Лайфхаки для бухгалтеров. Ну, конечно, главное наличие денег на единый налоговый платеж. Лучше заплатить заранее. И, конечно, представление декларации. Если вы ошиблись с декларацией, декларацию к уменьшению лучше поддать все-таки в период с 25 по 28 включительно. Включительно. То есть 28 мы тоже учнем. И она сразу отразится. Важно понимать, что первички к уменьшению тоже будут камералицы, если у них нарушены контрольные соотношения. Ну, если будет начисление и уплата, все будет хорошо. Даже если не будет уплата, а есть у вас резервы, это тоже ничего страшного. Эти суммы будут автоматически налоговым органом зачтены. Здесь никаких вопросов не будет. Правила для уведомлений. Расчеты с ЕНС пересмотрят после того, как обсудят возможные поправки с бизнесом. Об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Ануфриева на московском финансовом форуме. Срок, я думаю, что в 99,9 периоде там не будет ничего изменения. А что касается двух сроков, здесь реально возможны изменения, но это надо будет очень серьезно разговаривать. Сходится бизнес, регионы. Минфин, если что, надо будет постраховать, если вдруг будут какие-то кассовые разрывы, потому что очевидно, что бизнес будет сразу ставить вопросы. Если два срока, то давайте переходить к 12-месячным периодам, потому что административная нагрузка у бизнеса колоссально увеличивается. Что еще важного обсуждали на площадках мероприятия, которые организовал Минфин? Смотрите в репортаже. Вопросы налогоблажения посвятили сессию «Налоговая политика. Трансформация для солидарности». Что подразумевает под собой трансформация, стало понятно из выступления за министра финансов Алексея Сазанова. Менять налоги будут так, чтобы было выгодно бизнесу. Так в ближайшее время повышать их не планируют. Зато собираются продлить меры поддержки бизнеса и модернизировать инвестиционный налоговый вычет. Еще чиновники намерены распространить применение автоматизированной упрощенки на территорию всей страны. Сейчас этот спецрежим действует пилотно только в четырех регионах. Министр финансов на пресс-конференции подтвердил. Налоговые ставки останутся прежними. Вводить ставку НДФЛ в 20% не будут. Добрый день. Антон Германович, у меня вопрос, будут ли пересматривать прогрессивную шкалу НДФЛ. То есть будут увеличивать ставку до 20%? Ну, если мы посмотрим проекты законов, которые являются законами спутниками к бюджету, то никаких изменений базовых налогов не предусматривается. С 1 октября заработали новые штрафы для компаний за неправильное ведение воинского учета. Вместе с призывниками в военкоматы отправились и толпы бухгалтеров. Об этом сообщают СМИ. Очереди женщин, бухгалтеров и кадровиков наблюдают журналисты в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Подмосковье. Наша съемочная группа проверила московские военкоматы, но чередей в центре Москвы не было. Опрос, проведенный в соцсетях, показал, что половина наших подписчиков все же отстояла в очередях. Другая половина в сентябре прожила спокойно. Напомним, что за несдачу отчета, а также за другие нарушения по воинскому учету, с 1 октября действуют новые штрафы до 500 тысяч рублей. Сейчас уведомлять военкоматы о приеме и увольнении работников нужно по-новому и в более короткие сроки. Кроме того, в отчеты надо включить сотрудников других возрастных групп. Подробно об изменениях читайте на сайте главбух. Еще больше полезной и интересной информации в 20-м выпуске журнала. Электронная версия уже открыта. Делитесь своими новостями под видео и подписывайтесь на журнал главбух ВКонтакте и Телеграме. Увидимся через две недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова